Нормально все. Николай, что произошло с ЛСК? Сегодня вообще не устанавливала команду. Может быть, выспались. Покушали хорошо. А может, ты вышел и переломил? Ну, тоже может быть. Сильно ли поменяли стиль игры, тактику? Немного энергичные стали, а так ничего не меняли. Все так же в том же духе продолжаем. В чем тогда на вас, вгляд, причина перелома в серии? Потому что два матча с крупным счетом. Ну, наверное, забивать свои моменты начали. По столу все. Через год. Может быть, ЦСКА чуть-чуть подсел, подустал? Все может быть. А как на ваши ощущения? Ну, я думаю, мы тоже как бы добавили чуть-чуть. И поэтому переломили. У вас звено Шпачева в двух матчах 18 очков, там право. Вы сами удивляетесь этому? 18. Сейчас удивлюсь, по-моему. Вот эти стычки, это следствие того, что ЦСКА нервничает, чувствует серию ухода? Ну, это плей-офф, уступать никто не хочет. Никто проигрывать не хочет пропускать, тем более. Оттуда и эмоции берутся, и стычки. Сегодня часто нажимали на вашего однофамильца. Говорили ему, чтобы не отвечал на эту локацию? Ну, естественно, говорили, что его удаление лично не нужно. Главное, известно, что у тебя с ногой проблемы, сейчас видно плечо. Насколько-то тяжело выходить на каждый матч собираться? Ну, мне вот вторую игру дали вкатиться после травмы, тут 10 дней ничего не делал. Сейчас вот дали вкатиться, раскатился вроде нормально. Какой антураж будет в Питере, шестой матч, и отступать не надо? Я думаю, игра покажет. Матч одновременный с зенитом будет, сначала зенит, потом хоккей. Да, на армии армейский зенит. Вы попадаете? Нет. Я только хоккей увлекаюсь. Коллеги, всем спасибо. Спасибо большое. Приходите.